Девочка-пай Девочка-пай Так, ну, время уже 10 с небольшим, поэтому разрешите начать наш семинар и сказать несколько слов. Прежде всего, хочу поблагодарить всех тех, кто уже собрался. Расстояние, на котором мы находимся от центров цивилизации, таково, что это почти что подвиг приехать сюда, до Египта быстрее добраться, чем до Мурома на автобусе или на своей машине или на поезде. Поэтому спасибо, что вы здесь. Надеюсь, будет интересно и познавательно. Это у нас уже четвертый семинар и также приятно отметить, что количество участников у нас год от года растет и мы ставим сейчас своеобразный рекорд. Около 60 человек будет сегодня. После обеда последние группы подъедут. Это радует. Плохо то, что у нас недостаточно свободных мест, чтобы всех разместить в одном месте. Несколько человек даже в палатках и в таких специализированных автомобилях. Надеюсь, когда-нибудь мы этот недостаток исправим и все, кто хочет посетить семинар, будут в нормальных домиках, в нормальных комнатах. Ну а пока, как говорится, будем рады тому, что хорошая атмосфера, хорошая компания, интересные доклады и будет интересная программа. По поводу программы. Самое главное у нас, конечно, доклады. Программу все из вас видели, кто еще не видел, есть здесь текст перед входом, на веранде. И в интернете все можно найти. Поэтому о докладах говорить не буду. Кто когда чего читает, познакомьтесь с тем, чтобы не пропустить своего наиболее интересного докладчика. А сегодня у нас, наверное, наиболее интересный момент запланирован. Мы после 19.30 встречаемся на большой веранде, где у нас проходят обеды, ужины и завтраки. Там будет все подготовлено для премьеры фильма «Ондраша», которому все миром помогали профинансировать время, которое он затратил на создание этого фильма. Ну и будем надеяться, что фильм многим, если не всем, понравится и займет свое место в череде фильмов Андрея Склярова и других сторонников альтернативной истории. Также в этот период перед фильмом будет презентация книги Андрея Жукова и его коллег по динозаврам и людям, которые с их точки зрения жили параллельно. Это тоже, наверное, любопытный труд. Будет какое-то количество экземпляров, и Андрей об этом расскажет сам. Также у нас запланированы эксперименты в «Пирамиде» и «Около». Если кто-то пожелает принять участие в подготовке эксперимента, подходите ко мне. 30-го числа подъедет наш главный экспериментатор Андрей Сергей. И можно будет, что называется, приложить свою руку, как знать, вдруг какой-нибудь из экспериментов окажется удачным. К сожалению, мы пока не можем похвастаться, что понимаем, как работают пирамиды. Есть только смутные ощущения, в каком направлении искать. Вот немножко во время этого семинара продвинемся в попытке отгадать, какими физическими воздействиями обладают пирамиды, и можно ли при помощи этих объектов делать новые технические устройства, которые в чем-то пойдут дальше современных электромагнитных приборов. Также у нас целый день посвящен отдыху. Правда, видите, какая погода сейчас на дворе. Будет печально, если 2 июля окажется дождливая погода, и запланированная вылазка на пляж, на пляжный остров сорвется. Ну, я думаю, найдем какие-то заменители, а также будем надеяться, что природа над нами смилостивится, и хотя бы половина дня будет солнечной, как, например, вчера, вторая половина была, на мой взгляд, замечательной. В общем, ждем погоды. Хочу подчеркнуть, что многое в отношении повестки дня семинара, его наполненности и интересности зависит от вас. Чем больше вы проявите какой-то инициативы, чем больше будете предлагать каких-то моментов, которые не присутствуют в программе семинара, ну, допустим, музыкальные какие-то вечера. Каждый из вас может, наверное, похвастаться тем или иным талантом. Все это приветствуется. Посиделки у костра, посиделки в кафе. Они могут превратиться в содержательные, если вы, собственно, это содержание туда внесете. Не ждите, что называется, предложение от организаторов. Все, что мы могли предложить, мы предложили вот в этой программе. А все, что сверх того, зависит от вас. Мы постараемся тем идеям, которые возникнут у вас, поспособствовать и реализовать. Идеи могут быть разные. Ну, я чисто от балды беру, там, поход за грибами, хотя грибов нет. Или за ягодами. Ягоды есть. Здесь очень интересные окрестности. Вот, в частности, Георгий заявил желание походить с аппаратом, который металл помогает искать. А здесь, в окрестности, в свое время был и древний монастырь, основанный в неизвестные годы после посещения этих мест Петром и Февроний. Мы знаем примерно место, где этот монастырь находился. Там сейчас даже развалин нет, потому что так давно он сгорел, и так давно все сравняла природа, что только холмики. Ну, и вот, если повезет, при помощи миноискателя можно найти какие-то артефакты. В этих местах была торговая точка, ярмарка. И некоторые наши коллеги в свободное время находили разные монеты времен Екатерины, Павла. В общем, кому-то может и в этом повезти. Также здесь была стоянка древнего человека, которая по возрасту совпадает примерно со временем строительства пирамид с точки зрения официальной истории. То есть, порядка четырех тысяч лет назад на этой территории рядом, и мы знаем, где была стоянка кочевых племен. Они называются Волосовская культура. И также, если погода позволит и будут желающие, можно немножко там поискать на удачу. Ну, заниматься раскопками это запрещено, это неправильно. Ну, например, просто посмотреть под ноги, что же там находится. Мы видели, находили некоторые находки. Это возможно. Ну, это я к примеру. Во всяком случае, поводов для интересного времяпровождения здесь больше, чем достаточно. Поэтому не замыкаемся на одних только докладах и фильмах. Кстати, о фильмах у нас сегодня в первой половине дня еще один фильм. Артема Бекони. Он сам, наверное, его какую-то вступительную часть сделает. И надеюсь, что фильм тоже вам понравится. И будет время на обсуждение. Потому что хорошо, когда есть обратная реакция. Это полезно и авторам, но и полезно для общего продвижения. Потому что какие-то советы, какая-то критика может помочь снимать следующие картины. И сделает их чуть-чуть, но лучше. Если есть вопросы по быту, по каким-то необустроенностям или шероховатостям. Вы всегда можете спокойно, не стесняясь, подходить к Василию Афанасьевичу, к Владу, моему помощнику и сыну, и ко мне. Также у нас Наталья Носова входит в оргкомитет, который решает вопросы. Поэтому не замыкайтесь себе, не дуйтесь, что что-то не так, а пытайтесь вместе с нами сделать жизнь лучше и веселее. Если сейчас есть какие-то вопросы, тоже, наверное, самое время их выслушать, ответить на них и двинуться дальше уже, собственно, по программе семинара. Есть вопросы? Ну, значит, организаторы поработали достаточно хорошо. И можно на этом торжественную часть открытия семинара закончить и объявить семинар открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok